Друзья, всем привет! Я Аня, и я рада поприветствовать вас на своем канале о комнатных растениях Plants and Me. Сегодня я решила сделать такое небольшое видео, видео-обзор растений на моем цветочном стеллаже, который находится в одной из комнат, на кухне. И на самом деле я не собиралась вообще в ближайшее время делать обзор вот этих вот растений, этого места, но вот буквально на днях я подошла, посмотрела и поняла, что есть много там таких интересных моментов, которыми я хотела бы с вами поделиться. Кое-какие растения подросли, где-то есть и проблемы какие-то. Ну, в общем, я думаю, что это будет достаточно компактное видео, но всем тем, кто любит смотреть, рассматривать растения, должно быть достаточно интересно. Поэтому желаю вам приятного просмотра! Ну что, друзья, приступим! Вот он мой стеллаж, вот так он выглядит. И я думаю, что сегодняшнее видео я начну свой видео-обзор с нижней полочки. И первое растение, которое я хочу вам показать, это моя монстера Monkey Mask, монстера Аденсона. Вы могли видеть ее в моем самом-самом первом видео. Если вы помните, то она была такой пушистой, такой разросшейся, такой большой. И вот что вы можете наблюдать сейчас. Вот несколько буквально листиков. Дело в том, что она у меня заболела в очередной раз. Уже не впервые я сталкиваюсь с такой проблемой. Именно с этой монстерой на листьях стало появляться большое количество таких желтоватых пятен. Я так понимаю, что это грибковое заболевание. И что я сделала? Я, конечно же, обработала ее фитоспорином. И все вот эти вот листья пораженные я срезала. Оставила буквально, там, не знаю, такой пенек. Но монстера эта чем хороша, тем, что она очень легко дает побеги почки. И иногда даже начинает куститься еще активнее. Но я все равно, честно говоря, не до конца понимаю, как мне с ней поладить. Потому что в первую очередь я что делаю? Я, конечно, изучаю растения на наличие вредителей, когда какие-то проблемы случаются. Вот. Так что такая она у меня проблемная. Не знаю, почему. Вот нормально она себя начинает чувствовать, когда я, ну, прям вообще к минимуму свожу полив. Тогда она более-менее как-то приходит в себя. Ну, посмотрим. Посмотрим, что у меня получится. Если это будет все повторяться, то я чувствую, что мое терпение лопнет. По соседству тут у меня такие вот малыши. Это стендапсус такой мелколистный с серебристыми вот этими крапинками. Я только-только посадила свои вот черенки в грунт. Надеюсь, что он там хорошо приживется. Так, рядышком у меня филодендрон. Я его покупала как Silver N или Hostatum он еще называется. Вот видите, тут какой-то обгрызанный листик. Дело в том, что разворачиваясь один из листиков сам вот деформировался, поломался. Я тут что-то подрезала и вот этот тоже пострадал. Ну, в общем, ничего страшного, потому что так растение живет-растет. Я думаю, что я просто его начеренкую, укореню этот черенок и подсажу, чтобы у меня было здесь два, хотя бы два черенка. Может быть, даже три. Рядышком тут маленькая крошечная совершенно, смотрите, какая малышка пилея пепперомии видно. Это как раз та пилея, которую я, помните, тогда на большом видео про пилею показывала, как черенковать это растение, как размножать. И, собственно, вот эта детка той пилеи, которую я в вашем присутствии отделила от основного большого растения. Она очень быстро дала корешки, я ее посадила, но, судя по всему, все будет в порядке. Вот она уже, мне кажется, укоренилась и листики раскручивает новые. Так, переходим на следующую полочку. Здесь у меня очередная Монстера Аддансона Манки Маск. Это все черенки от того основного растения большого. И до того, как она вот разболелась, я успела ее начеренковать. Но здесь вроде бы все в порядке. Я не знаю, я не знаю, если честно. Почему-то мне не очень, не всегда удается ладить с этим растением. Но, тем не менее, растет, выдают новые листики, много, то есть она прижилась. Но вот по моим наблюдениям, ее нужно прям очень аккуратно поливать. Я не знаю. Такое ощущение, что моя Манстера... Я знаю, что они разные, существует их много на самом деле разновидностей. Но вот моя Манстера любит, видимо, хорошую такую приличную просушку грунта. Потому что как только я увеличиваю полив, появляются вот эти вот желтые пятна. Так, здесь рядом уже хорошо вам известный стендапсус Moonlight, который мне очень нравится. Вот эта вот вся расцветка листьев. Серебристая, темно-зеленая такая прожилка в центре. Зеленая каемочка. Медленный товарищ. Кто-то, конечно, говорит, что, в принципе, если обеспечить хорошие условия этому растению, оно будет активнее развиваться. Но я считаю, что у меня с ним более-менее все в порядке. То есть там свежий грунт достаточно был. Теперь я уже спустя какое-то время начала удобрять. Я поливаю так, чтобы листья не допускать скручивания, при этом не заливаю грунт. Но все равно этот товарищ считает, что у него вот свой у него ритм. И он совершенно-совершенно не спешит расти. Но меня это устраивает, потому что места, как частенько бывает у цветоводов, лишнего у меня нет. Поэтому я вот радуюсь тому, что есть. Так, там в сторонке вдали мой фикус, который я вам тоже уже как-то показывала. Потихоньку развивается. У него здесь не самое, возможно, выгодное место. То есть он, ну, если бы он получал больше света, я думаю, что он бы активнее развивался. Но меня пока вот такой тоже устраивает вариант. Вот, так что он растет, листики выдает. Маранта, которую я тоже вместе с вами черенковала. Что тоже она у меня стала подсушивать листья. Что так с ней уже происходило не то. Вот, и я, что называется, психанула и начеренковала ее. Вот, всем известный Маранта Триколор. Очень красивые у нее листья. Вот такие вот крупные есть. И вот я только-только пересадила в грунт. И вот мы можем наблюдать, что она уже раскручивает новый листик. Поэтому я считаю, что укоренилась она хорошо. И все с ней в порядке. Так, друзья, это у нас следующая полочка. Здесь у меня вот такой вот красавец, пушистый. Такой богатый, можно сказать, эпипременом хэппи лиф. С красивой расцветкой листьев. Вот, и, ну, хорошо он растет все лето. Но вы знаете, мы еще вернемся с вами к этому растению. Именно к эпипременому хэппи лиф. Потому что он у меня на стеллаже не один. Есть второй. И второй, если честно, меня прям приятно удивил, поразил. И вот, ну, мы с вами посмотрим чуть попозже. Так, по соседству у меня здесь я покупала... Его как с циндапсус дарк форм, по-моему. Или эпипременом дарк форм. Наверное, как эпипременом. В общем, я не знаю, с циндапсус ты или эпипременом. Вот, у него, конечно, роскошные такие вот листики. Немножко пыль они быстро собирают. Но, тем не менее, вот, с такой серебристой оборотной стороной. Прямо они такие темно-темно-зеленые, почти черные. Вот дома он у меня... Я покупала его маленьким череночком. Дома он у меня раскрутил вот этот лист. Немножко он чуть деформированный. Ну, вот таким уже он, скажем так, ко мне приехал. Затем он раскрыл вот такой длинный, вообще роскошный лист. Потом листики стали немножечко мельче, чуть-чуть мельчать. Вот такой появился. И вот еще тут парочка. Но я его совсем недавно пересадила уже в горшок. То есть, у меня был в пластиковом стаканчике. Ну, я решила, что вот уже самое-самое время его пересаживать уже в новый такой полноценный дом. Вот так он выглядит. Очень красивый. Даже несмотря на то, что листики стали чуть мельче, мне он все равно нравится. И растение, я считаю, очень красивое. Очень прям такое эффектное. Можно подобрать еще интересный какой-то горшок. У меня самая обычная терракота. Но можно как раз-таки обыграть вот этот вот цвет при желании, там, пофантазировать какой-то интересной действительно окраски, расцветки, выбрать горшок. Ну, или хотя бы цвета, фактуру какую-нибудь. Друзья, по соседству тоже известная вам, скажем так, композиция. Помните, я сажала в один горшок несколько лиан, несколько эпипремумов. Я хочу сказать, что, вы знаете, эксперимент удался. Вот, вы можете видеть, что вполне себе таким пушистым выглядит этот кустик. Единственная сложность у меня возникла с эпипремумом Happy Leafs черенком, который я посадила. Вот он не прижился. И я думаю, что здесь я немножко опрометчиво поступила. Нужно было, видимо, его где-то в отдельном стаканчике укоренять. То есть, чтобы он хорошенько в земле укоренился. И только после этого надо было его подсаживать к другим растениям. Потому что он, видимо, чуть более такой деликатный, чуть более капризный Happy Leafs. Вот, но остальные все в порядке. Вот тут, кстати, Филодендрон Бразил. Крепкий такой. Еще листьев пока он особо не выдавал. Но я вижу, что он прям укоренился хорошо. Вот тот же самый мой Сцендабсус. Не помню, как называется он. Как-то наа у него. Какая-то разновидность называется. Не буду сейчас сочинять. Он хорошо укоренился. Кстати, за него тоже немного переживала. Но вот уже два вот этих листика он выдал, собственно, здесь, рядом со своими соседями. Глобал Грин в порядке тоже очень хорошо укоренился. Это то, что называется Марбл Квин. Я покупала тоже Эпипремном. Вот такой вот крупный листик уже Марбл Квин выдал. Ну, немножко так многовато зелени, наверное. Маловато белого вот этого цвета. Ну, ничего, может быть, со временем побольше света будет получать, будет больше вот этих белых крапинок, белых частей. Ну и неон этот вообще, посмотрите, все вообще в порядке. Он роскошен, крупный, не знаю, все-все с ним замечательно. Так что могу сказать, можно смело сажать вот эти вот Эпипремном и вот такой композиции единый, и все будет в порядке. Я, кстати, думаю, что из Хэппи Лив тоже все может складываться гораздо лучше. Просто нужно, наверное, чуть более крепшее растение туда сажать. Так, на следующей полочке тоже известный вам уже Эпипремном Глобал Грин. Очень интересная у него расцветка такая, крас листьев. Тоже он у меня не так давно, я его покупала совсем-совсем небольшим черенком. Вот, ну он так неплохо растет, вы знаете, и мне нравится, что он сам начинает там как-то куститься. Ну не то, что куститься, у него просто просыпаются боковые почки, и он у меня сам собой стал гуще. Вот такой вот. Можно его и пышной шапочкой такой насадить, начеренковать, но меня пока устраивает вот такой формат. Еще одна моя детка от Пиле Эпиперомиевидная, она достаточно давно посажена, такая вот тоненькая и изящная. Ну, маловато ей тут цвета, но я решила, что пусть будет так. Вместе с этим она хорошо растет и листики выдает, вот такие вот аккуратные, маленькие, компактные листики. Вот такая вот, с таким каким-то паучком. Друзья, а это моя Пиле Эпиперомиарбузная. Я вам рассказывала эту историю о том, как она у меня пережила нашествие трипсов, как я несколько оставшихся целыми листиков укоренила, посадила. И она у меня прям вот долгое время была таким несчастным совершенно растением, и я уже даже думала, что придется с ней прощаться, но вы только посмотрите. Она этим летом, я не знаю, прям стала как-то очень приятно выглядеть, стала меня очень радовать. У нее абсолютно здоровые такие круглые листики, вот правильной формы, и они достаточно стали крупными наконец-то. Я все не могла добиться вот этого, ну, чуть такого более крупного формата. Вот, и я считаю, что для этого растения это прям какой-то супер вообще результат. Я, если честно, даже уже и не ожидала, и не чаяла, и не надеялась. Теперь я вот на нее смотрю и думаю, что хорошо бы было как-то ее загустить, может быть, там парочку срезать черенков, укоренить, подсадить. Но, если честно, я как-то даже боюсь ее трогать. Так она здесь, ну, не знаю, хорошо смотрится и растет, и листики такие стали ровные и круглые, что я прям даже вот и не знаю. Вот пока подумаю. Пока наблюдаю, она в такой еще ампельной форме у меня растет. У нее вообще очень такие тоненькие нежные черенки. И она даже, если честно, не очень любит, когда ее там прям много поворачивают, потому что я вижу, что она прям вот с трудом, с трудом поворачивается снова к свету, к источнику света. И, не знаю, боюсь я ее, в общем, лишний раз беспокоить. Но выглядит сейчас она прям очень хорошо. Я любуюсь. Я даже, честно, не ожидала. Хотя ничего особенного не делаю. Так, ну что, друзья, вот он еще один мой эпипремном хэппи лиф. Такая интересная история. Я вот все смотрела и думаю, ну, зачем мне два эпипремнома хэппи лиф? Надо, наверное, что-то делать, как-то его, какой-то ему новый дом отдать, продать или просто подарить кому-то. Но, вы знаете, я тут посмотрела, какие он мне выдал листья. Вот вы поглядите. Вот такой. А зимние, например, зимние, они были вот такого размера. Вот. А здесь просто какие-то большущие. А вчера я еще обнаружила лист вот такого размера. Вот такого просто, друзья. Вот сравните. Вот сейчас я покажу. Вот он зимний, маленький. И вот лист, который он мне выдал сейчас. Я вообще, если честно, не знаю, как это получилось. Потому что я ничего особо не меняла в уходе. Я не знаю, может быть, ему понравилось, что я положила вот эту вот лиану. Ну, как он почувствовал какую-то опору. И стал вот такие просто крупные, крупнющие вообще листья выдавать. С очень красивым таким окрасом. Прям, не знаю, какой-то акварельный. Вы только посмотрите. Какие изящные переходы. Вообще, я считаю, что это один из самых красивых эпипремномов по расцветке. Вот именно когда он начинает выдавать листья, где много вот этого кремового цвета. И с такими какими-то переходами изящными. Я не знаю, прям очень здорово выглядит. Я даже передумала с ним расставаться, конечно. И даже думаю, что черенковать его не буду в ближайшее время. Уже очень мне нравятся вот эти вот крупнющие листья. Но вы только посмотрите, друзья. Вы только посмотрите на вот этот размер листьев. Вот он. Вот она зима. Такие они как будто бы еще грязноватый зеленого цвета. А здесь вот такой, просто гигантский. И, наконец, последнее мое растение. А здесь постараюсь его вам показать. Это довольно такой уже разросшийся сциндапсус стреби. Или экзотика его еще называют. Вы только посмотрите, какой он у меня сейчас длины. Не очень удобно его показывать, но я постараюсь. Вот так он выглядит. Он, конечно, стал у меня выдавать вот эти вот голые такие стволы без листьев практически. Хотя я где-то вычитала, что делают так сциндапсусы, как это называется, то ли столоны, как столоны. Не помню, каким-то таким словом специальным. И что, мол, в природе эти растения выпускают вот такие вот побеги для того, чтобы укореняться, дальше распространяться, скажем так. Вот. Не знаю. Но мне это не очень нравится. Но когда они растут вот такой вот гирляндой все вместе, это выглядит неплохо. Но я, конечно, планирую в ближайшее время его подстричь, потому что, ну, на мой взгляд, не слишком это опрятно выглядит. При этом он, конечно, все равно красавчик. Вот вы посмотрите. Тут у него есть прям вообще гигантские листья. Прям вот огромные-огромные. Много вот этих вот серебристых каких-то вкраплений. Ну, и раз уж мы здесь оказались, рядом, я не могу вам не показать свой просто гигантский эпипремно-золотистый. Вы посмотрите, что вообще делается. Он разросся просто до невозможности. Причем он такие жирненькие выдал. Вот эти вот листья новые. И они такие очень-очень-очень пестрые, потому что он достаточно много здесь света получает. Но его я, конечно, тоже планирую в ближайшее время начеренковать. Вот вы только посмотрите, сколько вот этого золотистого цвета. Планирую я его, конечно, начеренковать в ближайшее время, чтобы выглядело все это как-то аккуратнее и компактнее. Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Я очень надеюсь, что вам было интересно. Пишите в комментариях, какие растения радуют вас сейчас, какие из них буйно растут, или, может быть, с какими-то из них есть сложности, проблемы. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Также подписывайтесь на мой канал, буду рада вам здесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои ролики. Ну, а я прощаюсь с вами до скорого-скорого. И желаю всем хорошего дня. И пока-пока!